Здравствуйте! Продолжаем изучение законов Лошонара, 131-й день. Не принимая необходимых мер предосторожности, чтобы избежать злословия Лошонара, мы можем нечаянно разжечь в ком-то пламя ненависти. Запрещено говорить вещи, которые могут напомнить слушателю о случае, когда он неправильно с кем-то поступил. Это авак рахилут, то есть это словно пыль сплетни, подобие сплетни. Это менее строгий запрет, чем сплетня, чем рахилут, тем не менее это тоже запрещено, так как пыль от сплетни. Потому что он вроде бы негативной информации не передает здесь о ком-то третьем, но он говорит, что вспомни, как ты с кем-то неправильно поступил. Мудрецы, это может разжечь неприязнь. Мудрецы учат, сказавший авак рахилут, то есть вот такое высказывание, подходящее под категорию пыль сплетни, даже без дурных намерений, виноват в необдуманном поступке, который пробудил в ком-то злые чувства. В книге пророков сказано, «Удаляйтесь от человека, чье дыхание жизни в ноздрях его, ибо чего он стоит». Это говорит пророк Ишайя Исаия. Книга Зоар комментирует, «Этими словами святой благословен он, заповедует и предупреждает человека, берегись тех, кто уклоняется от пути добра к злу, оскверняет свою душу. А как узнать, с кем водиться и кого избегать? По сдержанности в гневе можно определить человека. Если в минуту гнева человек бережет чистоту своей души, не позволяет вытеснить ее и заместить чужим богом, то есть гневом, гнев называется идолом, и гневливость сравнивается с идолопоклонством, тогда с ним стоит сближаться. А если не бережет святости своей души, позволяет заслонить ее так, что другая сторона, это так как эллистический термин Ситраха, занимает ее место, ясно, что он бунтует против своего господина, и запрещено искать его общество. Этот человек, который в гневе вырывает свою душу, как говорится в книге Иова, и позволяет чужому богу поселиться в себе. О таком человеке сказано, удаляйся от человека, чьё дыхание жизни бэ-апо, в ноздрях его. То есть чья святая душа оскверняется гневом. Бэ-апо, да, аф, на иврите, это и нос, и гнев. Когда человек злится, у него расширяются ноздри. Человек, сбавившийся от гневливости, спасен от генома, от ада, и достоин будущего мира. То есть не всегда у человека получается не гневаться, но даже в момент гнева вопрос в том, как он себя ведет, насколько он у него получается себя сдерживать, или он полностью отдается на волю гнева. Так это очень важный момент, который очень многое в нашей жизни определяет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова